Пластуны. Почему их называли самыми опасными казаками? Их боялись черкассы, татары и турки. Они наводили страх на европейские армии, а военачальники восхищались их изобретательностью и отвагой. Речь о пластунах, особом роде казачьих войск, не одно столетие верой и правдой защищавших русские рубежи. Пластуны – выходцы из Запорожской сечи. Там, в низовьях Днепра, они оттачивали свое мастерство и закаляли характер. Название «пластун» выводят из украинского слова «пластувати» – «ползти», но некоторые полагают, что это имя пошло от казака по прозвищу «пластун». Со временем пластуны сформировались в особые воинские подразделения, выполняющие широкий спектр сложных и опасных задач – от разведки до диверсий в тылу врага. На рубеже XVIII – XIX веков пластунские отряды уже входят в состав черноморского казачьего войска, а вслед за этим становятся неотъемлемой частью кубанского казачества, где несут важную службу по охране южной границы российской державы. Именно на Северном Кавказе сформировался легендарный тип пластуна, который заставил считать себя не иначе, как предтечей современного спецназа. Даже в те времена, когда пластуны не считались казачьей элитой, попасть в их отряды мог далеко не каждый. Чаще всего специальность пластуна передавалась по наследству или же ими становились казаки, с малых лет прислуживающие опытным бойцам. Но и этого было недостаточно. Будущий пластун должен был обладать не только физической силой и крепким здоровьем, но и определенными чертами характера, выдержанностью и хладнокровием, а также быть неприхотливым в быту, выносливым в походе и терпеливым в бою. Не каждый сможет часами напролет сидеть в студеной воде или под палящим солнцем. Горячий нрав и яркая внешность могли сгубить пластуна. Не случайно это был преимущественно спокойный и малоприметный народ. Пластунам приходилось выполнять гораздо более широкий круг обязанностей, чем другим воинским подразделениям. Они были следопытами и разведчиками, диверсантами и стрелками. Им необходимо было знать артиллерийское и соперное дело, искусно лазить по горам и плавать в бурных реках. Более того, война заставила их овладеть навыками ведения рукопашного боя. Долгий процесс обучения воинскому ремеслу был залогом выживания пластуна в условиях постоянных набегов горцев и суровой кавказской природы. В пластунском лексиконе даже появились новые термины, характеризующие боевые действия казаков. Выстрел на хруст – способность поражать любую цель при плохой видимости или ее отсутствии. Волчья пасть – умение провести молниеносную и разящую атаку, или лисий хвост. Искусство заметать свои следы при возвращении задания. Одежда, которую носили казаки-пластуны, была максимально легкой, удобной и неброской, чтобы не мешать скрытности, маневренности и быстроте передвижения. Потрепанная черкаска, обветшалая папаха с башлыком, кожаные чуваки делали пластунов весьма похожими на коренных обитателей перед горей Кавказа, что очень хорошо маскировало их перемещение. На поясе у пластуна, как правило, висел длинный кинжал, пороховница и мешочек для пуль, а в руках он держал дальнобойный штуцер. Незаменимым предметом для казака была нагайка, использовавшаяся и в бою, и для погоны лошадей, и в охоте. Пластунские подразделения принимали участие практически во всех войнах, которые вела Российская империя, начиная от русско-турецкой войны 1787-1791 годов и заканчивая Первой мировой. Однако потребовалось полстолетия, чтобы успешно воюющая пластунская пехота была введена в штат русской армии. Это произошло в 1842 году. В некоторых ситуациях пластуны имели явное преимущество перед регулярной пехотой. Их умение бесшумно и внезапно подкрасться противнику, запутать следы или выстроить хитроумные ловушки не раз помогали русской армии одерживать важные победы. Так, в ноябре 1855 года, в период Крымской войны, пластуны под покровом ночи ликвидировали неприятельскую мартирную батарею, доставившую русским много проблем, попутно перебив в ближнем бою значительную часть противника и захватив с собой три орудия. История нам оставила немало славных имен казаков пластунов. Об их храбрости и подвигах слагались легенды и песни. Одна из наиболее ярких героических страниц связана с обороной Саракмаша в 1915 году. Отборные турецкие войска предприняли масштабное наступление в районе этого приграничного городка. И в ожесточенных боях русские постепенно сдавали свои позиции. На помощь защитникам Саракмаша подошел казачий полк, в составе которого была 2-я пластунская бригада генерала Гуйги. В тяжелейших погодных условиях, при 30-ти градусном морозе и сугробах по пояс, пластуны ночным броском атаковали и захватили штаб турецкой пехотной дивизии. У подножья горы произошла жестокая и молчаливая рукопашная схватка, в которой казаки положили около 800 турецких солдат и офицеров. Этот момент стал переломным в битве за Саракмаш, а генерал Гулыга за успешную операцию был награжден георгиевским оружием и орденом святой Анны первой степени. После Октябрьской революции пластуны повторили судьбу казачества в целом. Политика советской власти была направлена на постепенное уничтожение этого благородного сословия. Голод, расказачивание, репрессии, методы военного коммунизма вынудили их организовать повстанческие отряды, а других эмигрировать за рубеж. Тем не менее, в годы Великой Отечественной войны пластуны последний раз громко о себе заявили. В составе 9-й пластунской стрелковой дивизии они участвовали в Висло-Одерской, Моравско-Островской, Пражской и других операциях, освобождали Краков, Ратибор, Тропау, а закончили войну под Прагой. Высоко оценили боеспособность пластунов и на Западе. Казаки посодействовали формированию морской пехоты США и иностранного легиона Франции. И, конечно же, они заложили основы подготовки отрядов специального назначения в России. Ссылка на материал под видео. Подписывайся на канал, жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Продолжение следует...